Всем привет, ребята! Меня зовут Инна, и сегодня мы снова снимаем видео про похудение. И сегодня у нас будет тема, как не толстеть, как выйти из диет не толстеть, как питаться, интуитивное питание, способ оставаться худым после какого-то значительного похудения, как удержать вес. Для начала я бы хотела поговорить про такой тип питания, как интуитивное питание. Мне кажется, это то, как должен питаться любой человек, и я объясню почему. В предыдущих видео я говорила о каком-то своем негативном отношении к определенным продуктам питания. Мое негативное отношение подкреплено, конечно же, рядом целых фактов, научных исследований, влияния этих продуктов на организм человека и так далее. Но я считаю, что любой человек должен питаться так, как он чувствует, так, как он хочет. И в первую очередь он должен слушать не научные исследования, не тетю из интернета, не диетолога, не меня, не еще кого-то, а себя и свой организм. А в чем тут отличается интуитивное питание? Мы кушаем всегда то, что мы хотим, в любых количествах, как мы хотим, в любое время дня и ночи, любой продукт. Если вы хотите сейчас есть яблоко, ешьте яблоко. Хотите съесть бургер, съешьте бургер. Хотите съесть, я не знаю, сельдерей, пожалуйста. Но самое сложное в этом вопросе, это действительно понимать, чего хочет твой организм. И хочет ли он этого на самом деле. Я считаю, что интуитивное питание это самый лучший тип питания, подходящий любому человеку. Потому что вы живете без каких-либо ограничений, вы можете позволить себе абсолютно все. Все, что вы хотите. И жизнь без рамок, она прекрасна в плане питания. У вас не будет компульсивных перееданий, у вас не будет каких-то расстройств пищевого поведения, у вас нет рамок и запретов. Вы делаете все, что вы хотите. По поводу того, как не толстеть после диеты, это очень обширный вопрос. Есть только некоторые советы, которые помогут вам удержать вес, контролировать себя, поддерживать себя в форме в дальнейшем и продолжать свой путь в том направлении, в котором вы хотите. Будь то поддержание веса, или будь то похудение, это не важно. Эти способы помогут абсолютно всем. Если вы питались не конкретно на какой-то диете, а-ля, я не знаю, разгрузочные дни, а вы просто ограничивали себя в каких-то продуктах, возможно, в жирном, возможно, в жареном, как я вам предлагала в прошлом видео, возможно, тогда вам подойдет этот вариант для начала добавить плюс одну порцию еды в день, допустим. Или одну какую-то, я не знаю, вредность, десерт, я не знаю, вот по чуть-чуть что-то добавлять постоянно. В один день вы добавили это, потом в следующий день вы питаетесь как обычно, потом добавили опять что-то вредное, питаетесь как обычно, и вы можете добавлять вот порцию или что-то, чего вы не позволяли себе раньше. И каждый день по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть увеличивая колораж и давая своему организму понять, что вы теперь можете есть больше. Только это надо делать очень постепенно, а не просто взять, я не знаю, ведро нутеллы на себя, вылить и в чипсах купаться. Нет, так вы, конечно же, наберете все обратно. Во всем нужны какие-то плавные, постепенные шаги и действия, которые помогут вам контролировать себя, удержать и в первую очередь дать себе понять, что вы можете позволить себе все, абсолютно все, что вы хотите. Ведь у вас нет каких-то запретов питания. Вы хотите бекон, вы можете его съесть, вы хотите чипсы, вы можете их съесть. Просто вы должны как-то нормировать это и давать себе понять, что вот я могу сегодня съесть вот столько, а потом вот столько. И когда в вашей жизни перестанет существовать какое-то понятие, как запрет в еде, вы перестанете переедать. Поверьте мне, когда вы поймете, что вы живете не последний день на земле и голодомора не будет, и все будет как раньше, еда будет на полках, и не надо вам сегодня съедать полпланеты, потому что завтра она тоже будет. В общем, главная мысль, которая должна прийти к вам в голову во время выхода из диеты, это то, что еда никуда не пропадет. Она будет, она будет существовать и завтра, и послезавтра, через месяц. Просто, насколько я знаю, насколько я сталкивалась это на своем опыте каком-то прошлых лет, своего прошлого, что после диет я резко накидывалась на какую-то еду, и у меня начинались недели каких-то зажоров, компульсивных перееданий, и за эти недели я могла набрать абсолютно все, что я скинула за все свое похудение, и еще какой-то хвостик набрать. Потому что у меня не было какого-то контроля себя, не было понимания, у нее просто как-то сносило крышу, я не знаю, вот это и есть какое-то расстройство пищевого поведения, когда ты постоянно берешь себе какой-то запрет. И запреты приводят только к одному, к дальнейшим пищевым расстройствам, перееданиям, компульсивам, зажорам, и это очень глупо. Глупо себе что-то запрещать. Круто понимать, что это не запрет, это опыт. Относитесь к своему какому-то похудению, возможно, как к интересному опыту, как к проверке себя. Допустим, я люблю себе давать какие-то 30 дней, 30 дней без сахара, 30 дней без соли, 30 дней без хлеба, 30 дней без еще чего-то. И вы можете давать себе вот такие задания какие-то, допустим, 30 дней, сейчас скажу молока, и все такие, фу, ты достала, хейтить молоко. 30 дней без молока. И вы просто понимаете, что это всего 30 дней, это не вся жизнь, это 30 дней, это немного. И потом, когда вы выдерживаете эти 30 дней, вы думаете, блин, я классный, я могу отказать себе во всем, я не завишу от каких-то вещей, продуктов питания, я не привязан к этому всему. Такие 30 дней любого какого-то минимального такого ограничения, которое можно преподнести самому себе не как ограничение, как проверка себя, проверка своей силы воли, проверка того, на что ты способен, насколько ты силен в каких-то вопросах, это круто. Круто. Поэтому введите себе за правило делать вот такие себе челленджи. Неделя без кофе, потом выдержали неделю и такие, ха, 21 день без кофе, потом выдержали 21, такие, 21 я выдержала, значит месяц без кофе. И вы знаете, вы заметите после вот таких вот челленджей, что этот продукт вам был не нужен, он просто был какой-то зацикленной зависимостью в вашей жизни и абсолютно ненезаменимым, как вы думали ранее. И это можно провернуть с сахаром, с солью, с хлебом, с булками, с шоколадками. Вот 30 дней без сахара, и я вам обещаю, вы больше не захотите есть сладкое. Я ненавижу сладкое, я вообще не ем сладкое, я его ем очень редко, меня к нему не тянет, вообще абсолютно никак. Раньше я ела только шоколад, я питалась только шоколадом, и я не знала своей жизни без шоколада. Но потом в какой-то момент я стала веганом, ну это было давно, это было в 2015 году, и вначале у меня была реально какая-то ломка, меня прям ломала, я была такая. Ааа, шоколад, дайте шоколады, я умру, как какой-то героиновый, не знаю, маньяк, который лежит такой в кангусе, ааа, шоколад. По истечению времени, я помню, я купила мою любимую шоколадку, по истечению какого-то небольшого времени, может быть месяц, полтора, два, это была такая оранжевая шоколадка Литтер Спорт, там что-то, карамель, орехи, там какой-то пролине внутри, неважно. Я помню, как сейчас, как я ломаю эту дольку, беру кубик, съедаю и понимаю, что невкусно, и я вот помню это ощущение, что невкусно, и это была моя любимая шоколадка. И у меня было такое, знаете, как Hello Darkness, мой old friend, я не понимала, как, это же была любовь в моей жизни, это шоколадка. Нет. Поэтому многие продукты питания, которые мы думаем, что мы не можем без них жить, это не есть так. Мы сами выработали в себе эту зависимость от этих продуктов, и это подобно наркотику. И отказываясь на какое-то время, повторяю, на время, не навсегда, я не агитирую вас стать веганами, или, я не знаю, стать сыроедами, или, я не знаю, полить всех, кто пьет молоко, я такого не говорю, я говорю, попробуйте, попробуйте, посмотрите, как это повлияет на вас, если вам понравится, класс, круто, если вы поймете, что я дала вам плохой какой-то совет и рекомендацию, как попробовать изменить свое какое-то питание в лучшую сторону, скажите, а, окей, ты была не права, не важно, главное пробовать. И когда вы попробуете что-либо на себе, только тогда вы почувствуете эффективность или неэффективность данного совета. Но я ничего не вижу плохого в том, чтобы отказаться от сахара на 30 дней. Так вот, к чему я говорю, чтобы не набирать вес, вы должны поменять немного отношение к питанию. Будет глупо сказать, что мы живем не для того, чтобы есть, мы едим для того, чтобы жить, это и так все знают, но вот у девушек, которые худеют, которые прожили время атипичной анорексички, всяких групп по похудению, мне кажется, вот этот осадок какого-то неадекватного восприятия питания остался, потому что он остался и у меня, хотя прошло уже очень много времени, но до сих пор у меня есть какие-то вот эти загоны, которые я пытаюсь искоренить. И главный совет, который я хочу дать, чтобы не набирать вес и держать себя в постоянной форме после диеты или просто в форме, если вы не худели и вам нравится, как вы выглядите, и вы не хотите набирать лишний вес, просто перестать давать себе запреты. Понимать, что это нормально, день сорваться. Если вы день сорвались, это нормально, ничего страшного, главное в следующий день начинайте заново, но даже не заново, продолжайте то, что вы делали, это нормально, один день срыва. Не надо себя корить, винить, потому что вы уйдете в недельный такой срыв. Все нормально, продолжайте всегда, спокойно, все хорошо. У нас в детстве была такая тема, нас заставляли доедать все, что есть на тарелке. Вот нам насыпали еду какую-то, и ты должен доесть, силу оставлять нельзя, продукты выкидывать нельзя, доедай. Это неправильная теория поведения человека, которую нам внушали с детства, так быть не должно. Не надо заставлять себя есть что-то и заставлять себя есть, если ты чувствуешь, что ты наелся. Это то же самое, зачем есть 21 пряник, если ты съел 20, в чем смысл? Вкус будет такой же, ничего не поменяется, ты уже съел 20, зачем тебе 21? И то же самое вот в этом вопросе. Не надо себя заставлять, если ты не хочешь. Не надо есть из жадности, из-за того, что ты пошел, я не знаю, в кафе и заказал, и ты не доел. Не надо себя заставлять. Если ты наелся, не надо растягивать свой желудок до размера черной дыры. Приучите себя питаться, не знаю, 250, 300, 400 максимум грамм еды за один прием пищи. Как вы не будете растягивать свой желудок, вы приведете его в нормальное состояние, вам надо будет меньше еды, чтобы наесться, и вы сможете, возможно, даже худеть. Это вот то, что я рассказывала когда-то в предыдущем видео про питание блюдечка. Когда вы кушаете блюдечко, вы можете съесть 5 приемов пищи, например, вот такое блюдечко какое-то, все, что в него поместится, вы можете съесть. Будь то пицца, бургер, котлета, я не знаю, сельдерей, яблоко и груша, все, что поместится, вы можете есть. И таким способом вы помогаете себе понять вот эту главную истину, которую я вам говорила с начала видео, что вы можете позволить себе все, у вас нет запретов, абсолютно все. И хочу сказать вам, не пейте во время еды, не растягивайте свой желудок. Чтобы не набирать вес, вам надо просто сузить свой желудок, который, возможно, был растянут, и пристать себе что-то запрещать. Если вы вчера были на свадьбе и съели пол свадебного стола, себя тоже не надо себя корить, не надо продолжать вот этот парад чревоугодия. Просто на следующий день сделайте себе любой разгрузочный день, который подходит именно вам. Я не знаю, попитайтесь на фруктах, попитайтесь, я не знаю, что подходит вам. Я не хочу агитировать к какому-то своему разгрузочному дню. Любой, абсолютно любой. Вот если у вас был день какого-то дикого жора, на следующий день сделайте себе день разгруза. И продолжайте питаться в своем обычном ключе, блюдечко, интуитивного питания. В общем, любой тип питания без запретов. Если вам нравится пить молоко, пейте молоко. Если вам нравится не пить молоко, не пейте молоко. Если вам нравится есть сырое мясо, да ешьте, ради бога. Вам никто не заставляет, мы все разные, никто никому ничего не навязывает. Я просто иногда пытаюсь поделиться какой-то информацией, которую я имею. И все-таки я предлагаю каждому попробовать отказаться от каких-то продуктов на какое-то время и понаблюдать за какими-то изменениями в вашем теле. Так вы найдете свои продукты, так вы исключите не свои продукты. И так ваша жизнь в плане питания станет очень чистой, простой и легкой. И вы наконец-то поймете, что именно подходит вам, чтобы поддерживать себя в форме, а что вам не подходит. И конечно же хочу сказать, не забывайте про спорт. Спорт, ты мир. Я уже в процессе создания видео о том, как я занимаюсь спортом, что я обычно ем за день, и оно будет скоро на канале. Вот это тема похудения и питания. Если есть опять-таки какие-то вопросы, пишите, задавайте вопросы. И если это всем действительно так интересно, я буду продолжать эту рубрику и на гуру диет. Эта рубрика будет называться так. Скоро возвращаются влоги на моем канале, потому что им пора возвращаться. До скорых встреч, ребята. Спасибо, что вы были со мной. Вы помните, если у вас есть вопросы и советы разные, я напишу в шапке под видео. Пока.